Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхин! Сегодня мне рассудилось поговорить с вами о месяце Илюль. Это тот месяц, в котором мы сейчас находимся. На самом деле в самом месяце Илюль нет никаких праздников, но вместе с тем у него есть несколько очень интересных особенностей, о которых я и хотел вам сегодня рассказать. Первая особенность заключается в том, что следующий за месяц Илюль месяц Тишрей еврейского календаря это месяц, в котором начинаются так называемые дни трепета, связанные с еврейскими праздниками Роша Шана, Йом Кипур и праздником постановления Куши и Суккот. Я не буду сейчас говорить об этом подробнее, когда придут эти праздники, у меня выйдут соответствующие уроки, но сегодня я просто хочу сказать, что накануне этого трепета сложилась традиция, что в месяце Илюль еврейский народ пребывает в состоянии покаяния и молитвы. Помимо этого Роша Шана или Йома Труа, как называют этот праздник на страницах Священного Писания, этот день считается началом нового календарного года. И с этим связан тот факт, что придя к этому календарному году еврейского народа сложилась традиция как бы подводить итог. И понятно, что наша жизнь, многие поступки в нашей жизни вызывают сожаление и требуют покаяния, требуют молитвы. Именно поэтому вот сейчас начался такой период, когда сифарские общины, многие еврейские, не только они, находятся вот в этом состоянии молитвенного призыва или молитвенной просьбы к Богу о прощении, в надежде на его милосердие, на хесед Божий. Но помимо этого в месяце Илюль есть еще очень интересные моменты. Я как-то прочитал притчу, которую рассказывал известный хасид, можно сказать, основоположник хасидского движения, Равин Баальшимтов. Он говорил так. Когда царь приезжает в город, жители высыпают навстречу. Он еще идет по полю, а они уже приветствуют его. Всякий, кто пожелает, может поспешить в поле. И царь дружелюбно встретит его, выслушает его с лаской и вниманием. Но когда за ним закрываются дворцовые ворота, тут уже ничего не поделаешь. Даже если ты министр, предварительно записавшийся на аудиенцию, не факт, что тебе удастся предстать перед владыкой. Интересно, что в притче Баальшимтов увязывает месяц Илюль с приходом царя. Кто такой царь для еврейского народа? Да, было время, когда это были цари Давид, Шлемо, другие цари израильские. Но если сегодня мы произносим слово царь, то, как правило, и есть даже такое выражение, Мелех Мащех, речь идет о мессии, который должен прийти в этот мир. Вот какого царя ожидает еврейский народ. И Баальшимтов говорит, собственно говоря, в этом месяце евреи просят его, царя, вернуться всем своим поведением, показывая, что сожалеют о своих ошибках и готовы приложить все силы, чтобы не повторять их впредь. То есть, месяц Илюли является неким таким пороговым периодом, когда еврейский народ анализирует свою жизнь, просит прощения, надеется на хесед Божий, надеется на возвращение его царя. Ибо с момента, а предыдущий месяц у нас был месяц Ав, когда были разрушены оба храма, 9 Ав, и мы с вами об этом говорили, у меня есть урок на эту тему, вы можете его посмотреть. Последний видимый знак присутствия Бога в своем народе исчез. И сейчас единственное, на что надеется еврейскому народу, это на милость Божию, который вернет им царя. И этот царь будет мессией. Эта притча мне показалась весьма интересной в свете того, о чем мы читаем с вами в Новом Завете. Я хочу обратить ваше внимание на Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих. Здесь записано. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. Ну и, конечно, все, кто читает Новый Завет, прекрасно знают эту историю, что пришел Гавриэль к Мириам, Деве Марии, и возвестил ей, что она станет матерью спасителя Ишо. Вы, конечно, спросите, при чем здесь месяц Илюлии, вполне законно. Не знаю, в курсе ли вы, но на страницах Торы только один месяц имеет особенное название. Это месяц Авиф, месяц выхода еврейского народа из Египта. Как же называются остальные месяцы? Очень просто. По их номеру. Это, собственно говоря, абсолютно понятно для тех, кто знаком с еврейским календарем. Например, дни недели у нас есть день, который называется Шаббат. Его иногда называют даже седьмым днем недели, но, в принципе, самое распространенное название – это Шаббат. Остальные же дни имеют просто название по числу. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Подобным образом и месяцы. Так вот, месяц Илюль – это месяц шестой после месяца Авиф. А Господь сказал на страницах Священного Писания, что именно месяц Авиф должен стать первым месяцем среди месяцев. И вот мы с вами читаем, что в шестой же месяц. Конечно, если мы видим контекст этого события, то мы видим, что там есть еще такой момент, что Елизавета, к которой приходила Мария, ее двоюродная сестра, она тоже была на шестом месяце беременности. И очень многие именно так этот текст и трактуют. Однако, хочу обратить ваше внимание, что здесь есть место и другой трактовки. А именно, во-первых, как это написано? В шестой же месяц. Именно так мы и говорим на иврите, когда, например, говорим про дни недели. В первый день недели мы говорим «Бьем решен». И это получается, что речь идет про тот день, который в русском языке называется «Воскресенье». То есть форма, которой это говорится, совпадает. Второй момент – это тот факт, что это был шестой месяц. Елизавета абсолютно не противоречит идее, что это был шестой месяц по счету. Илюль, мы же не знаем, когда на самом деле Елизавета зачла. Это два. И третье. Если речь идет только о том, что это шестой месяц Елизаветы, то непонятно, почему это повторяется дважды подряд. Я понимаю, что это все косвенные доказательства, но, на мой взгляд, они достаточны для того, чтобы предположить, что это как раз был месяц Илюль. И ведь посмотрите, какая получается интересная связь. С древних времен этот месяц увязывался с событиями, предшествующими судами Божьего. То есть стремление еврейского народа к покаянию, стремление еврейского народа к прощению, стремление еврейского народа к милости Божьей, обрести эту милость в своей жизни, в ожидании предстоящих судов Божьих и в надежде на возвращение царя. И именно этот царь и Машех и пришел в этот мир, как и было о нем предсказано. Вот такой у нас особенный месяц. В этот месяц принято читать молитвы Слеход, покаянные молитвы их называют. В этот месяц принято трубить в шафар, напоминая о том, что еврейский народ когда-то согрешил золотым тельцом и трубили в шафар, умоляя Бога их простить. И Бог их простил. То есть это символ Божьего прощения, Божьей милости. В этот месяц мы тщательно готовимся к тому, что произойдет в месяце Тишрей, когда наступят праздники в дни трепета и придут суды Божьи. Но об этом мы уже поговорим тогда, когда придет для этого время. Да благословит вас всех Господь! Бащаме еще, Машех! Аминь.